Что, рачишка, ютуб платить ты не стал, да? Кэп, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Ну скажи, друг мой, в варфейсе наконец-то наступил баланс? Запомни, капитан Очевидный, во вселенной варфейс есть только один баланс. Это баланс твоей банковской карты до и после того, как ты задонатил. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги, с вами Ракутагин, капитан Очевидность и глобальный нерв имп варфейс. Изменения у нас коснулись Кобра и Страйкл Спешл и Квадроцикла. А вот хорошо ли это или плохо в итоге получилось, мы сейчас и поговорим. И сразу скажу, не без косяков, причем в обоих вариантах. Самый главный вопрос. Хорошо ли пофиксили Кобру? Ты знаешь, капитан Очевидность, нет. Вот как ни странно, друзья, я думал, что Кобру будут нервить, будь здоров. Знаете, чтобы она вообще на средних и дальних всю свою мощь потеряла. Однако, все получилось немного иначе. Хотя, действительно, разработчики уменьшили немного дальность, немного поработали над эффективностью вдали. Но, тем не менее, Кобра до сих пор через раз показывает какие-то феноменальные для Медика результаты на тех дистанциях, где Медика, в принципе, как бойца, быть не должно. Связано это, прежде всего, конечно же, с темпом стрельбы данного дробовика. А он, как мы знаем, весьма высок. Порой кажется, что Кобру вроде бы как вообще и не трогали. Выходишь на какого-нибудь штурмовика, ходишь в подкат, и тут же его сносишь за несколько выстрелов. А вот порой бывает и иначе, и ощущается что-то не так. Тот же штурмовик, та же дистанция, тот же подкат, и бац, нифига подобного, урона что-то залетает немного. Есть мнение, что, может быть, просто дробь укладывается по-разному, или, может быть, как всегда, у нас в Варфейсе проблемы с уроном. Мнения у людей тоже разделились. Одни кричат, что Кобра, по-моему, какая была такая и осталась. Другие же говорят, что неф весьма ощутим. По моим ощущениям, изменения есть, но они не такие большие. Однако на ПТС я играл с другими людьми. Играл, кстати, у нас там и Дима Крымский. И вот они, в том числе и Дима, утверждали, что на дистанции её понерфили неплохо. И сам тот факт, что мнения разделились, это хорошо. Потому что если бы однозначно все говорили, что не, какая была такая и осталась, то значит, никакой существенной работы проделано не было. Резать ли Кобру ещё? Вот вопрос. У меня есть пару мыслей на этот счёт, но, честно говоря, думаю, что не стоит. Я прекрасно понимаю ответственность за то, что я сейчас всё говорю. И прекрасно понимаю, что Кобра опять может оказаться, прямо скажем, за рамками каких-то нормальных представлений о медике. Но хоть как-то где-то порезали, хоть что-то стало лучше. В каких-то ситуациях тебе всё-таки игра напоминает, что ты медик, а не штурмовик. И я считаю, что этого, в принципе, ну пусть уже будет достаточно. Резать Кобру сильнее, значит вызвать слишком большую бурю негодования. А вот это уже неправильно. Это для игры слишком вредно. Поэтому предлагаю разработчикам на этом пока что все изменения с Коброй оставить. Вот что сделали, пусть то на Рилл сервер и заедет. А там посмотрим. Я думаю, что плюс-минус всё-таки бомбежа станет меньше и потихонечку он сойдёт на нет. А как обстоит дело с фиксом квадроцикла? О боже, Кэп, а с квадриком вообще больная тема. Вот тут, тут прямо вот наши разработчики вот что-то, то что все просили пофиксить, они пофиксили, но как-то то ли да, то ли нет, ну вроде и ничего, но как бы спорно. А квадроцикл, на который тоже люди бомбили, но существенно меньше, они убили в говно вообще. Гонишь? Неужели всё так плохо? Да, капитан, очевидность, это не просто плохо, это практически хуже некуда. Да, квартрут сёкол, он же квадроцикл, стал пушкой прямо скажем, ну так себе. Было у него 1150 темпа и дебильная невменяемая отдача для инженера. Да и в принципе, нафиг такая сильная отдача в игре, где небольшие дистанции, я не могу понять, кому это надо. А сверху, как вишенка на торт, шла ещё и тряска отвратная. Так вот, в итоге у нас осталась та же тряска, та же дебильная отдача, только темп у нас теперь не 1150, а 975. Он, конечно же, сохраняет какой-то прямо запредельный всё-таки ДПС для оружия. Но с такой тряской и с такой отдачей, эффективность его настолько упала, что легче взять КТАР или ЮМПиху новую и жарить обладателей квадроцикла только в путь. Квадроцикл, ребята, явно перенерпили, и я считаю, это ни в какие ворота. На самом деле, исправить эту ошибку разработчики, дорогие, весьма несложно. Верните ему 25-50 темпа стрельбы, чтобы было символически 1000 или 1025, допустим, и уберите ему отдачу. Да, сделайте отдачу примерно такую же, как у Витязя. Ведь даже в имбовом состоянии, как это у нас сейчас на лайвсервере, квадроцикл всё-таки пушка небольших дистанций. Его урон, его скрытый ТТХ делают так, что на дальность он работает, ну, вроде и хорошо, но, по-моему, с КТАРом-то поинтереснее будет новым. То есть сам смысл этой пушки, по большому счёту, как я понимаю, был изначально, это сделать инженера королём прежде всего своих дистанций. То есть пушка того же класса, того же смысла, той же идеи, что и Витязь. И именно поэтому у этой пушки, как у Витязя, не должно быть ни сильной тряски, ни сильной отдачи. Отдача вообще, в принципе, должна отсутствовать у квадроцикла, я считаю так. И поэтому я даже не сомневаюсь, что если даже пусть оставить темп стрельбы в 975, но убрать ему отдачу, сделать как у Витязя, пушка как раз окажется тем, что от неё ожидают. Она будет заметно интереснее, чем КТАРчик или UMP на малых дистанциях, ну а на дистанциях штурмовика, собственно говоря, она будет уступать тому самому штурмовику. И это будет замечательно. Но то, в каком сейчас она состоянии находится на ПТС, это, извините меня, ни в какие ворота. Это плевок в сторону тех, кто эту пушку приобрёл путём огромного труда или же своих кровных денег. Поэтому если Кобру, в принципе, фиксанули так, что многие не почувствуют сначала, то с квадроциклом, извините, вы очень перестарались. И я всё-таки настаиваю, самое главное, что надо сделать, это убрать отдачу. Не возвращать квадроцикл в первичное состояние, не оставлять его таким, какой он сейчас, а немножко, может быть, всё-таки темп обернуть 25-50 единиц и полностью убрать отдачу. И будет конфетка. Как считаешь, какой теперь будет баланс после этих изменений в Warface? Вот это классный вопрос, как там очевидность. Понимаете, дорогие игроки, дорогие зрители, подписчики и разработчики особенно. Что самое интересное, сейчас на ПТС такая ситуация, такие новинки и такие старые пушки, что можно сделать плюс-минус баланс. Да, плюс-минус не идеальный, но намного лучше, нежели было последние полгода, год или даже года так полтора-два. У штурмовика есть новый аэс-вал и гроза, но особенно интересен, конечно же, аэс-вал, который показывает себя просто феноменально хорошо. Есть новый мощный UMP, также на лайв-сервере у нас есть прекрасный КТАР, да если квадроцикл не перенерпить и всё-таки сделать его балансным, как я сказал, то вы знаете, что мы получим? А мы получим то, чего давно в игре не было, а именно баланс, хотя бы относительный, между штурмовиком и инженером. Да, штурмовик с новым валом определённо силён, а если при этом квадроцикл не будет насиловать штурмовиков так, как это происходит сейчас на сервере, то я думаю, будет очень даже неплохо, и штурмовиков-то у нас в игре явно прибавится, в том числе и на рейтинговых матчах. И таким образом у нас всё-таки будет хоть какой-то ещё баланс, кроме того, что на нашей банковской карте. То есть игра ещё поживёт, да? А вот этого я вообще-то не говорил. Нагибу.